В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте. Подводим итоги этого дня. В минувшие выходные на Владимирскую область обрушился штормовой ветер. Его порывы превышали 20 метров в секунду. Кадры разрушений попали в социальные сети. Ураганным ветром были повалены деревья в городских парках и во дворах. Они повредили три автомобиля. В районе рынка Тандем от сильного ветра упал деревянный настил для пешеходов. Сегодня Владимирская мэрия устраняет последствия непогоды. По данным администрации, накануне от жителей областного центра поступило 20 сообщений об обрыве проводов уличного освещения. Всего в области из-за непогоды упало 35 опор линий электропередач. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Энергетики отчитывали, что оперативно устраняют последствия в среднем за 2-3 часа. Однако у губернатора есть сигнал о том, что люди сутками сидят без света. Вот что на это ответил представитель Владимир Энерго. Это разовые заявки, Александр Александрович, которые где-то потребитель не дозвонился. Разовые обращения, которые оперативно отрабатываться будут и закрываться. Они, как правило, после таких явлений погодных, сутки-двое, они еще продолжаются. В Киржаче инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя. Патрулируя дорогу Покров Новоселого-Киржач, полицейские обратили внимание на один из автомобилей. Водитель совершал неуверенные маневры. Мужчина проигнорировал требования остановиться. Инспекторы начали погоню. Во время преследования нарушитель несколько раз выезжал навстречу, создавая аварийные ситуации. Для остановки транспортного средства один из сотрудников полиции произвел из стабельного оружия несколько предупредительных выстрелов вверх. В результате автомобиль был остановлен в гаражном комплексе в городе Киржач. Полицейские установили, что находившийся за рулем мужчина в январе этого года уже был лишен права управления транспортным средством. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На проспекте строителей рядом с лицеем номер один установили лежачих полицейских. В этом месте две недели назад насмерть змеяли молодого человека. 18-летний парень, пытаясь перейти дорогу по зебре, попал под колеса сразу двух автомобилей. Работы по установке лежачих полицейских выполнял муниципальный центр управления городскими дорогами. В мэрии подчеркивают, сделано это было, чтобы обезопасить участок. Накануне на дороге установили знаки, а сегодня нанесли разметку. Конструкция нового лежачего полицейского на проспекте строителей представляет собой приподнятый пешеходный переход. При заезде на него автомобилисты будут вынуждены сбрасывать скорость. Октябрьский суд Владимира обязал федеральных дорожников осветить два опасных участка трасс в областном центре. Первый участок на выезде из города в сторону микрорайона Юревец. В антирейтинг также попала Огуречная гора в сторону улицы Куйбышева. Сотрудники прокуратуры провели проверку. По ее итогам отсутствие освещения стало одной из причин нескольких ДТП, которые произошли на этих дорогах в прошлом году. Решение суда в силу еще не вступило. Предприятия региона продолжают оказывать помощь Ковровскому учебному центру. На заводе по производству железобетонных изделий в столице области начали сделать кровати для мобилизованных. К проекту присоединилась и крупнейшая сельхозпредприятия региона. Все подробности у Оксаны Любимовой. Сварщик Илья Кирсанов собирает каркас из готовых деталей и внимательно проверяет качество каждого шва. Это новый цех завода по производству железобетонных изделий. Сейчас здесь делают кровати для Ковровского учебного центра. Ответственность есть и на мне, и на наше предприятие, но делаем очень качественно. Обращаем внимание на качество сварки, швов. Все проварно качественно, хорошо, удерживают до килограмм 150. Это не первая помощь предприятиям мобилизованным. Завод уже передал для резервистов 500 комплектов нательного белья. Руководитель Александр Вдовин рассказывает, когда узнали, что учебному центру нужны кровати, решили помочь. Проблема пришла, и пришла серьезная достаточно. Я думаю, если ребята с контакта на передовой работают, их труд классарный. И не помогать, мне кажется, глупо. Рано или поздно, просто если мы сейчас не поможем, коснется нас. Поэтому надо сейчас максимально приложить все усилия. Двухъярусные кровати делают из прочной профильной трубы. Детали сваривают и дошлифовывают для покраски. Для надежности каркаса уменьшили расстояние между металлическими рейками, а для удобства предусмотрели дополнительные перекладины. Мы все прошли институт, жили в общежитии. Мы знаем, что такое двухъярусная кровать. Поэтому предусмотрели и упорщики, и выступы сохранили, чтобы ребята могли сумки повесить, рюкзаки. Потому что мы представляем, что такое казарма. Это пустое помещение, где нет ничего. И стоят как раз только вот эти кровати, хорошая струбочка. Поэтому, надеюсь, будет удобно, послужат они, я думаю, добрые. Материалы для производства «Ста кроватей» закупила одно из крупнейших сельхозхозяйственных предприятий. Предприниматели рассчитывают, что к акции присоединятся и другие представители бизнес-сообщества. Всего для учебного центра планируют сделать тысячи двухъярусных кроватей. Для наших молодых ребят, бойцов, те, которые участвуют там в спецоперации, не можем оставить их без внимания даже на нашей территории, Владимирской области, на базе Коврова, где мобилизованные собираются. Поэтому решили помочь любыми способами, будем помогать и в будущем. Это очень огромный заказ и очень большая работа, которая займет порядка двух-трех месяцев. Поэтому обращаюсь ко всем, кто какую-то материальную помощь окажет, приобретение материалов, это будет очень хорошо. Каждый день на заводе делают больше 20 кроватей. Первую партию планируют отправить в Ковровский учебный центр на этой неделе. Оксана Любимова и Сергей Власов. Во Владимирской области возобновит работу Совет солдатских матерей. Такое решение принял губернатор Александр Авдеев. По мнению главы региона, это поможет скоординировать работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Губернатор дал поручение выбрать представительниц совета в каждом районе. Найдите этих людей, вы их знаете, кто более наиболее активен в каждом муниципалитете, в районе, в городе, и пообщайтесь и выясните их проблематику. В том числе то, что напрямую относится к нашим с вами полномочиям, это создание всех условий для того, чтобы социально защищенность семей мобилизованных была на самом высоком уровне. И по выплатам, и по работе, и по детям, по инвалидам, по родителям. Директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина посетила Центр помощи для семей мобилизованных во Владимире. Она рассказала людям, какую помощь оказывает Центр и какие региональные льготы положены родственникам резервистов. Подробности в нашем материале. В зале несколько десятков человек. Всех этих людей коснулась частичная мобилизация. Большинство волнует вопросы выплат. Любовь Кукушкина рассказала, что эта работа продолжается и сегодня. Почти все резервисты, которые попали в список военкомата, уже получили довольствие. По поручению главы региона Александра Авдеева, каждый из мобилизованных получит единовременную выплату 100 тысяч рублей. Сегодня еще списки получили, в том числе, кто добровольцами ушли. В начале этих списков, ну, не все они были. И вот уже сегодня, уже конкретно уточнение идут, и по контрактникам в том числе. Вот оперативно, в течение там суток-двух мы выплачиваем. Если кого-то задержали и нет у нас в списках, значит, надо военкомат, и мы туда обращаемся. Первый вопрос из зала как раз о региональной выплате у Анатолия Хохлова под частичную мобилизацию попал его племянник, житель города Собинки. Но денег семья так и не дождалась. И когда пришло время, вроде бы вот эти 100 тысяч, кто там пересылает, а оказалось, их в списках нет вообще. Любовь Кукушкина записала личные данные Анатолии и обещала оперативно связаться с военкоматом, чтобы решить проблему. Перед семьями мобилизованных выступил и эксперт Владимирского отделения Банка России. На фоне последних событий в регионе участились факты телефонного мошенничества. Эксперты посоветовали людям быть внимательными и не принимать поспешных решений. Будьте внимательны, когда вам звонят и говорят, допустим, что это из Банка России. Банк России никогда не обзванивает никого, тем более физических лиц. Мы и не работаем с физическими лицами, мы работаем только с юридическими лицами. Любовь Кукушкина напомнила, что в Центре помощи семьям мобилизованных люди могут получить всю необходимую поддержку, получить консультацию юриста или пообщаться с психологом. Семьи, которые из-за частичной мобилизации потеряли доход, могут рассчитывать и на гуманитарную помощь. Прийти на прием можно без записи. Центр помощи открыт по будням с 8 утра до 5 вечера и расположен на базе семейного МФЦ на улице Фейгина в доме номер 35А. В следующем учебном году волонтеры будут получать дополнительные баллы при поступлении во Владимирский госуниверситет. Нововведение пополнило список индивидуальных достижений абитуриентов. Дополнительные очки дают за знак ГТО и участие в ряде Олимпиад для школьников. При поступлении в ЛГУ абитуриенту могут максимально начислить 10 бонусных баллов. Во Владимире прошел всероссийский конкурс «Уральский турнир юных математиков». В нем приняли участие одаренные школьники из 20 городов страны. На протяжении шести дней ребята решали задачи и доказывали, что их команда самая сильная. Подробности смотрите прямо сейчас. То, что делают эти школьники, не по силам даже взрослым. Это математический бой. Он проходит между двумя командами. Участники решают одинаковые задачи, а затем доказывают верность ответа перед судьями. Цель соперников – найти ошибку. Такие правила добавляют азарта, уверены школьники. Многие из них приезжают на соревнования уже не в первый раз. Я на учене уже четвертый раз, получается. И был во всех разных командах. Первый, второй. Это очень интересно наблюдать, как твои сокомандники пытаются решить, ты им помогаешь. Работа в команде очень важна здесь. Я очень люблю разгадывать головоломки. В математике это очень часто появляется. И очень хорошее чувство, когда ты смог решить наконец-то головоломку. И понимаешь, что вот, ты молодец, ты решил. В соревнованиях участвуют ученики с шестого по восьмой класс. Эти дети всерьез увлекаются математикой. Они посещают дополнительные занятия и кружки. Чтобы показать хороший результат, нужна особая подготовка. Очень хорошо должна быть развита логика, мышление. Есть определенные темы, которыми олимпиадник должен владеть. Это, конечно, не таблица умножения, не дважды два, это совсем другое. Мы с лета готовились к этому турниру. Как заявились, сразу начали готовить. Заходили на сайт, смотрели задачи прошлых лет, устраивали в своем лицее математические бои. В математическом турнире приняли участие около 800 человек. В том числе наши земляки. В команде владимирцы – восьмиклассники из Коврова, Мурома, Юрьев-Польского, Кольчугина и областного центра. Организаторы подчеркивают, олимпиадная математика сильно отличается от школьных. Цель соревнований – в том числе создать какое-то математическое сообщество и школьников, и учителей, которые работают с сильными детьми, наладить связи между ними, показать, что математика – это интересно, здорово. По итогам турнира владимирская команда заняла второе место в третьей лиге старшей группы. Впереди у математиков участие во Всероссийской олимпиаде для школьников. Мария Гончарова и Сергей Власов В Киршачи открыли универсальную спортивную площадку, первую в городе с искусственным покрытием. Заниматься на ней можно будет сразу несколькими видами спорта. Открыл площадку губернатор области Александр Авдеев. Подробности в нашем материале. Артем – капитан, известный на весь район, команда «Родник». На каких только футбольных полях не приходилось бороться за победу. Новая площадка – настоящий подарок, говорят спортсмены. Здесь хорошее покрытие, мягкая резина. Мне нравится эта площадка тем, что она может дать более раннюю игру весной. То есть можно раньше открыть, не дожидаясь до того момента, пока вырастет новая хорошая трава. То, что так быстро у киржаческой детворы появится собственное поле с искусственным покрытием, не ожидала даже директор ФОКа. Его открыли в прошлом году, набрали ребят, но своей площадки не было. Ну вот так сложились обстоятельства, что за два месяца – это просто чудо. Нам подарили площадку. До этого мы сотрудничали с различными стадионами района. Как бы заключались с ними договора, просили. Они нас пускали. Ну вот пока так сейчас вот будем на своей. Площадка не будет простаивать ни минуты. Ведь рядом не только ФОК, но и школа. Все уроки физкультуры теперь будут проходить здесь. За последнее время в киржаче появилось много площадок. Но это необычное. Ее действительно ждали давно. Потому что именно этот спортивный объект позволит нам заниматься легкой атлетикой. А еще футболом, волейболом, баскетболом. При желании можно попробовать свои силы на тренажерах. К слову, антивандальных. Администрация региона уделяет развитию спорта большое внимание. Помогают в этом и бизнесмены. Площадку в киржаче построили за счет внебюджетных источников. Спорт, здоровый образ жизни, воспитание подрастающих спортсменов. Это наш приоритет в нашей области. И я благодарен партнерам, инвесторам, которые так быстро, в такие короткие сроки и таким хорошим качеством сделали такое спортивное ядро. И, конечно, коллегам из «Единой России». Потому что именно с их поддержкой, их участием, это стало возможно. Современные спортивные объекты появляются по всей области. В Александрове в этом году открыли лыжероллерную трассу. В Муроме конькобежную, в Селивановском районе стадион. А в поселке Ставрово скоро появится бассейн. Александр Инин и Андрей Беляков. Торпеда Владимир завершил первую половину сезона первенства России по футболу. Накануне черно-белые приняли на своем поле московский клуб «Динамо-2». В начале матча торпедовцы начали атаковать. На 12-й минуте столичные игроки допустили ошибку в обороне. Судья назначил штрафной. Игрок черно-белых Дэнни Далиев воспользовался моментом и открыл счет. После этого гости укрепили оборону и начали атаковать. На 20-й минуте динамовцы отказались у ворот торпедовцев. Последовал удар по воротам. Игрок черно-белых отбил мяч, правда, в свои ворота. Судьи засчитали автогол. После этого игра у Владимирской команды не задалась. Под занавес второго тайма черно-белые пропустили еще два мяча. Итог матча 1-3 в пользу столичных футболистов. В отпуск Владимирский клуб уходит, занимая пятое место турнирной таблицы среди команд второй подгруппы. Это значит, что в начале следующего года черно-белые встретятся с шестеркой лучших команд из первой группы первенства России. Среди финалистов и футбольный клуб Муром. По итогам первой половины сезона они занимают второе место в турнирной таблице. Во Владимире открылся первый частный клуб настольного тенниса «Моя игра». Спортивный центр оборудовали в торговом центре «Восток-1». Здесь будут тренироваться активные владимирцы старшего возраста. Некоторые из них смогут попасть на всероссийские соревнования в Сочи. Подробности смотрите прямо сейчас. Клуб, куда можно отправиться после работы и сыграть партию в теннис. Именно так позиционируют новый центр организаторы. Александр Волков регулярно держит в руках ракетку. Это занятие помогает снять стресс. Мужчина уже записался в члены клуба, а теперь он будет приходить сюда часто. Просто люблю спорт, люблю настольный теннис. Всегда можно найти друзей, которые сюда придут со мной и поиграют. Просто это как расслабиться после работы. Это у меня, честно, азарт. Просто я люблю выигрывать. И вот эта жажда победы меня зовет на игры. Занятия в клубе настольного тенниса платные, но цена доступная – 200 рублей. Здесь установлены современные покрытия и профессиональные столы. Такого оборудования во Владимире нигде нет, подчеркивает руководитель клуба. Освоиться новым игрокам помогут опытные тренеры. В нашем клубе весь спектр теннисных услуг. Есть индивидуальные тренировки с тренерами, мастерами спорта, с кандидатами мастера спорта. У всех тренеров высшее образование в сфере физической культуры и спорта. Есть групповые тренировки для взрослых. Можно просто прийти на аренду стола, можно прийти с семьей поиграть. Можно отправить ребенка в секцию. На открытии нового клуба побывал директор департамента физической культуры и спорта. Алексей Сипач тоже взял в руки ракетку и сыграл партию в настольный теннис. Такие центры помогут привлечь к спортивным занятиям взрослое население области, уверен он. Сегодня во Владимирской области занимается порядка 53% населения. К 2030 году задача перед нами стоит вовлечь 70%. И вот если школьники, студенты у нас достаточно высокие за 90% вовлечения, то как раз люди среднего возраста, рабочее население, пенсионный возраст, вот здесь есть проблемы, над чем нам работать. И вот этот проект как раз именно на 40+, как раз чтобы именно вот эту возрастную категорию вовлечь в активные занятия. Создание турниров, вечерней лиги, инициатива Федерации настольного тенниса России. Сегодня такие соревнования стартовали уже в 26 регионах страны. Лучшие игроки отправятся на всероссийские любительские состязания по настольному теннису в Сочи. Вечерняя лига, это 40+, мужчины и женщины в свободном режиме, по выходным, по всей стране будут выяснять, кто сильнейший. И раз в год лучших мы будем собирать в городе Сочи на большой галлотурнир. Надеемся, что через год это примет массовый характер. И сегодня очень приятно открывать турнир во Владимире. Сейчас в клубе спортсмены-любители готовятся к отбору. Соревнования по настольному теннису в Сочи пройдут в феврале следующего года. Ольга Эльфимова, Мария Гончарова и Дмитрий Шатауф. В социальных сетях появилось видео, как неравнодушные владимирцы спасли котенка. Малыш повис на карнизе шестого этажа. Как уточняют в комментариях, котенок выпал из балкона девятого этажа и повис на веревках сушилки. Животное пищало и молило о помощи. Это заметили неравнодушные соседи с шестого этажа. Они вытащили ковер и попробовали поймать животное. Кот благополучно вернулся домой, без травм, отделавшись небольшим шоком. На этом у меня все. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная тема, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжит программа «Здесь и сейчас». И ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Игорь, приветствую. О чем сегодня разговариваете с гостем? Как владимирские экспортеры пережили последние 9 месяцев санкций? И всем ли пришлось перестраиваться? Выясним через пару минут. Не переключайте.